Канада ввела санкции в отношении семерых российских и троих крымских должностных лиц, которые, по утверждению официальной оттавы, несут политическую ответственность за кризис, на Украине, сообщают американские СМИ. Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию Канады и замораживание активов этих чиновников в случае, если они обнаружатся. В санкционном списке, о котором объявил в своем заявлении премьер-министр Канады Стивен Харпер, фигурирует вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин, премьер Крыма Сергей Аксенов, спикер Крымского парламента Владимир Константинов и другие чиновники. Накануне такие же списки составили США и Евросоюз. В понедельник Совет Министров иностранных дел ЕС обсудил санкции относительно лиц, ответственных за события на Украине. По итогам обсуждения был составлен список из 21 человека, к которым собирались применить ограничительные меры. Затем Совет ЕС утвердил санкции в виде запрета на въезд и ареста активов в отношении этих персон. В списке 8 представителей Крыма, премьер Сергей Аксенов, глава Госсовета Владимир Константинов, первый вице-премьер Рустам Тимир Галиев, а также Денис Березовский, Алексей Чалый, Петр Зима, Юрий Жирецов, Сергей Цыков. От Российской Федерации в список вошли члены Совета Федерации Виктор Озеров, Владимир Джабаров, Андрей Клишас, Николай Рыжков, Евгений Бушмин, Александр Татаонов, Олег Пантелеев, депутаты Госдумы Сергей Миронов, Сергей Железняк, Леонид Слуцкий, военачальники Александр Витко, Анатолий Сидоров, Александр Галкин. Также в понедельник был опубликован список лиц, в отношении которых применяют санкции США. В перечень попали помощник президента России Владислав Сурков, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Дмитрий Рогозин, советник Владимира Путина Сергей Глазьев, депутаты Елена Мизулина и Леонид Слуцкий, а также сенатор Андрей Клишас. Кроме того, Минфин США ввел санкции в отношении четырех украинцев, в том числе в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, экс-главы администрации президента Леонида Кучмы Виктора Медведчука и двух лидеров Крыма, премьер-министра Сергея Аксенова и главы Верховного Совета Республики Владимира Константинова.